Всем привет! С Новым Годом всех и с наступающим Рождеством! Сегодня Рождество! Ой, посмотрите, в каком я солнышке сижу! Денек солнечный! Кстати, у нас все новогодние дни, которые еще до сих пор продолжаются, морозно! Температура до 30 градусов! На улицу уходишь, прям так щеки сразу начинают щипать, нос! Ой! Домой приходишь, оттаиваешь так приятно, морозное покалывание по всему телу идет и по лицу. Зато солнечно! Видите, какое солнышко! Всегда, когда морозы, очень сильно солнце светит. Классно! Как вы провели новогодний праздник? Надеюсь, все встретили хорошо, со своим настроением прекрасным. Кто-то в кругу друзей, кто-то дома. Я отлично отметила Новый Год. И знаете, что я смотрела на Новый Год? Оперету «Летучая мышь» и Агана Штрауса. Мне очень нравится эта оперета еще с давних-давних времен. В детские времена я ее видела и уже несколько раз пересматривала. Я даже не знаю, может быть, раз 10 точно смотрела и на Новый Год с удовольствием посмотрела. Я вообще телевизор не смотрю. Новости абсолютно не включаю. А вот когда мне нужно в выходной день, включаю что-нибудь такое, фильмы хорошие смотрю. Я так листала программку. Новогодний огонек тоже я не люблю. И листаю, листаю. Не помню, по какому каналу была оперета «Летучая мышь». С таким наслаждением посмотрела прям вообще. Мне очень нравится классическая музыка. Еще обожаю оперету Имры Кальмана «Принцесса цирка». Очень люблю. Я думала, тоже ее будут показывать. Листала, листала. Программы не было на этих днях. Может, еще и покажут. В интернете смотреть как-то, искать специально не хочется. Просто вот если бы случайно, так вот раз, с удовольствием посмотрела бы. Вот. А сегодня будет Рождество. Что вы готовите на Рождество? Наверное, уже надоели все эти кушания. А я решила приготовить с самого утра торт «Наполеон». Купила тесто, напекла коржи. Сейчас собираю торт и приготовила заварной крем. Я сейчас покажу. Вот какой большой тортик. Килограмм теста купила. Бездрожжевое, слоеное. И крем сделала. Все, потихонечку сижу, делаю тортик. Вам нравится музыка классическая? Мне очень нравится. Особенно стала опять слушать ее часто. Раньше в детстве, я даже помню эти моменты, слушала. Вот по телевизору играет оркестр. Тожусь перед телевизором. Прямо на полу. В позе ноги вот так вот, как лягушка. Мама все удивлялась. Как ты так сидишь? Тебе удобно? Я говорю, да я не знаю, мне всегда удобно было. Моя любимая была такая поза. И сидела, слушала. Я не знаю сколько. По часу шло, по полтора часа шло. Вот оркестр играет. И я просто слушаю эту музыку. И смотрю на музыкантов, которые исполняют эту музыку. Странно, да? Помню вот эти вот моменты. И когда заканчивается музыка, всегда читала титры. Кто исполняет? Я вот сейчас вот вспоминаю это. И думаю, странно, да? Какой-то интерес был. Либо вот эта вибрация музыки так влияла на что-то. Что приятно мне было слышать, слушать ее. Это знаете в каком возрасте? Ну, это был подростковый возраст. Где-то, я даже не знаю, может быть, лет 7-8. Вот так вот было. Вот в это время. Мне очень нравилось. Мама еще, говорит, странно вот сидит, слушает. Наверное, будет каким-нибудь музыкантом. Ничего подобного. Нет у меня музыкального образования. У меня даже не было тяги к тому, чтобы пойти в музыкальной школе учиться. Кстати, когда вот пошли в первый класс, потом набирали всех, кто желает музыкальную школу. Ну, я изъявила тоже желание. Мне было интересно. Понравится мне это, не понравится. В общем, записались на сальфеджио. На пианино играть. Короче, я не знаю. Может быть, недельку я походила. Поизучала ноты. Мне почему-то не стало интересно это. То есть, не мое. И все. Никакого желания учиться в музыкальной школе не было. А вот музыку продолжала слушать вот эту классическую. Странно, да? Бывает такое. С вами такое бывало. И, кстати, знаете, когда вот... Запомнила, когда читала Ситрим. Одного режиссера или музыканта, или композитора. Не знаю. В общем, была фамилия Крыса. Думаю, ники-га себе, какая фамилия. Почему он ее не меняет? Ну, это же как-то вроде звучит не очень, да? Вот это вот тоже помню. И интересно было, зачем я читала эти вот все титры. Кто исполняет? Так вспоминаешь? Прикольно. Вот какой большой, высокий торт. Помню, когда училась в Барнауле, нас отправили, ну, просто заставили пойти на концерт органной музыки. В Барнауле здесь был орган. То ли орган, то ли приглашали кого-то, кто умеет играть на органе. Я не помню. Ну, и нас туда отправили несколько человек. Но чтобы создать... Видать, никто сильно из публики-то не ходил, чтобы создать толпу, как говорится, чтобы люди были. Ну, мне не понравилось. Такая какая-то... Может, я органную музыку не понимаю. Очень тяжелое на восприятие было. Один раз... Раньше же мы не знали, что такое рок. И помню, тоже приехали рок-музыканты. Первый раз в Барнаул. Это когда тоже училась в Барнауле. В техникуме. Решили сходить на концерт рок-музыки. Сами еще не знали, что это за музыка какая. Ну, все были в каком-то ажиотаже. Вот такая что-то новое, интересное. Короче говоря, с девчонками купили. Бегом побежали. Билеты. У нас причем получилось где-то то ли первые, то ли вторые ряды. Это было что-то. Пришли мы туда, сели, ждем. Вышли музыканты. Гитары, цепи на шее, на запястьях. В общем, началось такое громыхание. Такое... Ну, вы сами представляете, что такое рок-музыка. Ну, кто любит, тот любит. Ну, для меня и для подружек, с которыми я ходила, был, конечно, шок от этой музыки. Мы, когда вышли с этого концерта, голова просто гудела, трещала, раскалывалась. Представляете? Вот так было первое знакомство с рок-музыкой. Если бы, конечно, мы знали, что это за музыка, да в жизни бы я не пошла на этот концерт. Вот такие воспоминания с детства, со студенческой поры. Сейчас, опять же, мне вот классика, классика. Я ее и любила, и слушаю. Иногда включаю с таким удовольствием. Вот музыка эта играет. Мне кажется, она такая волшебная, умиротворение по телу идет, такое спокойствие, уравновешенность становится. Послушаешь, и прям как-то вот хочется просто кружиться, летать. Не знаю. Сидеть, мечтать под эту музыку. Классно. А вы какую музыку предпочитаете? Ну вот, тортик почти собрала весь. Сейчас крошками обсыплю и поставлю. У меня есть рецептик Наполеона такого именно тоже с покупного теста. Если хотите, я ссылочку поставлю. Посмотрите, готовится очень быстро. Ну что ж, торт готов. Посмотрите, какой он большущий. Почти на весь противень, да? Очень вкусно. Очень-очень. Я его ставлю на пропитку. До вечера простоит как раз нормально. Сейчас у нас еще 12 дней. Вот мы на вечер в самый раз. А вечером встретимся. У нас вечер пришла с улицы. Замерзла так, мам, на улице. Мороз-мороз. Налила чашечку кофе. Выпила, несмотря на то, что вечером не пьем. Но захотела. И кусочек торта съела. Торт уже настоялся. Очень хороший. Знаете, даже не согрелась. Чувствую, что еще я хочу. Маленький кусочек возьму. И чай заварила с календулой. Буду отогреваться. Вот как промерзла. Сегодня. Сегодня же Рождество. А давайте зажжем свечи. Смотря на свечу, Слушаем волшебную музыку И представляем все, что хотим. Кто-то у моря Наслаждается шепотом волн. Кто-то на лугу гуляет По зеленой траве И вдыхает аромат луговых цветов, Слушая пение птиц. Кто-то теплым летним вечерком Сидя на крылечке Рассматривает яркие звезды, Мечтая о сокровенном. А кто-то сидит дома В своем любимом уютном кресле С книгой в руках Или с чашечкой кофе Смотрит в окно Любое прекрасным цветущим садом. А можно просто смотреть на свечу. Мысли путаются. За какое ухватиться, не знаешь. Пусть они летают. Не напрягайтесь. Ваше тело наполняется легкостью. Вы как облачко, Как пушинка. Поднимаетесь все выше, Выше и выше. Под завораживающие звуки музыки Вы начинаете кружиться. Вам легко, свободно. Ваша душа наполнена Спокойствием, умиротворением, благостью. Вам так хорошо и спокойно Ваши желания и мечты Исполняются. Вы волшебник. День чудес и волшебства. Все, что желаете, Пусть бывает. Пусть бывает. Пока помечтала, Чай выпила, Уже и торт расхотела есть. Отчаясь, цветами, коленом. Вот такой вкусный, ароматный. Волшебство. Плошное, волшебство. Как красиво горит свеча. На пламя можно смотреть очень долго. Он просто завораживает. Всем мира, процветания и свободы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok